Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Диалектика капитализма и социализма». Ведет занятие кандидат технических наук Кирилл Валерьевич Иркутов. Пожалуйста. Спасибо. Товарищи, я бы хотел уточнить все-таки тему моего выступления. Диалектика развития капитализма и социализма. Но, несмотря на то, что категория развития вполне диалектична, и можно говорить о том, что диалектика капитализма и социализма, развитие входит в это понятие, но все-таки мы будем говорить сегодня именно о развитии капитализма и социализма, и о диалектике этого развития. Надо начать с того, чтобы определить, а что же такое вообще развитие? Как понимать эту категорию? И надо сказать, что я думаю, что в этой аудитории народ более-менее грамотный, понимают уже, что эта категория диалектическая, и эта категория означает движение простого к сложному, низшего к высшему. Вот это то, что мы понимаем под развитие. Но пойдем дальше. Что же является основанием любого развития? И вот здесь, для того, чтобы понять, что является основанием любого развития, нам уже без диалектики никуда не деться. Основанием любого развития является, и вообще любого даже движения, можно сказать, является противоречие. Развитие – это движение, соответственно, основанием развития тоже является противоречие. Поэтому, если мы хотим исследовать диалектику развития капитализма и социализма, то мы должны указать, а какие противоречия лежат в основании этого движения, этого развития и при капитализме, и при социализме. Ну вот, если с категорией развития более-менее понятно, то с категорией противоречия, надо сказать, тут уже у некоторых, товарищи, возникают сложности. Что такое противоречие, товарищи? Как, ну вот, хотя бы вспомним о том, как Ленин определял противоречия. Кто-нибудь помнит здесь? Ну вот Ленин говорил, что противоречия – это единство и борьба противоположностей, в котором борьба абсолютно, а единство относительно. Вот можно у Ленина найти такое высказывание, собственно говоря, правильное, о противоречии. Но, вообще говоря, категория противоречия, она возникает во втором томе науки логики Гегеля в «Учение о сущности». И вот то, как Гегель определяет противоречия, тут надо сказать, что не все это знают. Потому что если следовать ленинскому такому высказыванию, что это – единство и борьба противоположностей, то надо понимать, что такое единство, что такое борьба, но и противоположности. А Гегель определяет противоречие так. Он говорит, что это исключающая рефлексия. То есть, если рефлексия, в «Учение о сущности» мы встречаемся все время с этим рефлексией, а исключающая рефлексия – это и есть противоречия. То есть, когда стороны рефлексии исключают друг друга. Ну, вот такое изначальное определение, которое в диалектике для противоречия появляется. И надо сказать, чтобы понять у Ленина, а почему же, собственно говоря, борьба в противоречии абсолютно, а единство относительно. То вот из диалектического определения, которое мы видим в науке и логике, как исключающая рефлексия, сразу же видно, что если эта категория появляется как исключающая рефлексия, то есть, стороны исключают друг друга, то это и есть, собственно говоря, борьба, которая абсолютно. А потом, оказывается, когда мы еще идем немножко дальше, то эта рефлексия является и полагающей. То есть, стороны предполагают друг друга. И в этом смысле единство, оно также появляется, но оно относительно, по отношению к исключению, к борьбе. Ну, вот это то, что касается, несколько слов касательно противоречия. И теперь надо сказать несколько слов о форме противоречия. Как это противоречие возникает и как противоположности в этом противоречии соотносятся. На самом деле, каждая из противоположностей является, точнее, не так, противоположность в противоречии, одна из противоположностей в противоречии обычно выступает как целая, а вторая противоположность выступает как момент в этом противоречии, отрицающий вторую противоположность. Это то, что касается введения, связанного с противоречием, и теперь мы можем перейти к исследованию того, какие противоречия движут развитие капитализма и социализма. Начнем мы с капиталистического способа производства, с зачатков капиталистического способа производства, с товара. Когда появляется товар в самом начале, и в капитале мы это можем заметить, он уже возникает как противоречие. В нем раскрывается противоречие. В каком смысле? Товар в самом начале, Маркс говорит о нем как... Товар это прежде всего вещь. Потом это вещь, обладающая потребительной стоимостью. То есть товары обладают свойством удовлетворять какие-то потребительные стоимости. Первое. Второе. Но если товар производится как продукт, произведенный для обмена, и товар производитель производит его исключительно для того, чтобы произвести обмен этого продукта, то получается, что вот здесь получается уже противоречие между тем, что товар удовлетворяет некую потребность, но при этом производится он как меновая стоимость изначально. То есть производитель производит, его интересует меновая стоимость в этом товаре, а следовательно и стоимость потом. Это первое противоречие, которое возникает при товарном производстве. Ну а само производство является, вообще говоря, общественным. И товарное производство, даже простое товарное производство является производством общественным. Но товаропроизводители, единичные товаропроизводители, они производят товары, интересуясь токоменовой стоимостью. То есть удовлетворение потребностей в обществе происходит посредством обмена, через обмен. Дальше стоимость развивается, мы это можем наблюдать в капитале развития этой категории стоимости. И что происходит? Происходит следующее. Поскольку товаропроизводители интересуются токопроизводством стоимости и цель их является производством стоимости, в конечном итоге, объективно и закономерно, они находят на рынке такой товар, который сам начинает производить эту стоимость. То есть, вступая в процесс производства, этот товар приносит стоимости в процессе производства больше, чем изначальная его стоимость. И этот товар, все мы знаем, этот товар является рабочей силой. И товарное производство на том этапе развития, когда рабочая сила становится товаром, называется капитализмом. То есть, простое товарное производство развивается до всеобщего товарного производства, то есть до капитализма. Здесь надо сказать о том, что является основным законом капитализма и товарного производства. Как мы только что обсудили, все, что происходит в товарном производстве, а следовательно в капиталистическом способе производства, все, так сказать, все крутится вокруг стоимости. И закон, основной закон товарного производства, а следовательно и капиталистического производства, является закон стоимости. То есть, стоимость, то спокойное в явлении, вокруг которого колеблются все остальные категории товарного производства и его высшей стадии развития капиталистического способа производства. Ну, вот это положение подтверждается, в частности, Энгельсом. В Антидюринге он пишет, что закон стоимости, а основной закон как раз товарного производства. Следовательно, также и высшей его формы капиталистического производства. Ну, давайте дальше разбираться с капиталистическим способом производства. При капиталистическом способе производства появляется кооперация. Или, вот как писал Маркс, это такая форма труда, при которой много лиц полномерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. То есть, мы видим, что при капиталистическом способе производства имеет место кооперация трудящихся. Они начинают работать планомерно. При этом, поскольку средства производства принадлежат капиталисту, принадлежат собственнику средств производства, то возникает такое противоречие, что фактически само производство при капитализме, в связи с тем, что имеет место кооперация, носит общественный характер. То есть, множество трудящихся участвуют в процессе производства. А результат производства присваивается одним собственником производства. Соответственно, возникает вот это противоречие между общественной формой производства и частной формой присвоения результатов труда. Говоря о законе стоимости, вот когда мы говорим о законе стоимости, собственно говоря, и товарное производство, как производство, основанное на законе стоимости, и капиталистическое производство, оно имеет стихийный характер. То есть, вот в этом обмене товаров проявляется так называемая стихия рынка. И одно еще противоречие, которое мы можем отметить при капиталистическом способе производства. Как я сказал, имеет место кооперация. И в особенности эта кооперация вырастает до, на самом деле, огромных размеров при монополистическом капитализме, то есть, при империализме. И на больших фабриках, больших производствах господствует планомерность. То есть, крупные хозяйства, крупные заводы, внутри себя они преодолевают эту стихию рынка, этот товарный обмен фактически. Внутри крупных производств имеет место планирование. То есть, производство имеет уже плановый характер. Но, надо сказать, что, вот если мы говорим о соотношении целого и момента в противоречии, то, говоря о капиталистичном производстве, можно утверждать, что целым является стихийность, конечно. То есть, стихийность, порожденная товарообменом и законом стоимости. А планомерность уже на крупных предприятиях появляется как отрицание капиталистического способа производства в нем самом. То есть, в самом капиталистическом способе производства возникает отрицание его самого. Дальше, рассматриваем дальше, какие противоречия свойственны капиталистическому способу производства. Ну, основное противоречие, которое всегда упоминают при капиталистическом способе производства, это классовое противоречие. То есть, противоречие между буржуазией и рабочим классом. Тут даже особенно объяснять не надо, что в действительности рабочий класс и буржуазия находятся в единстве. И поскольку классы – это экономическая категория, это единство обеспечивается производством. То есть, само капиталистическое производство объединяет класс рабочих и класс капиталистов. Это объединение происходит на фабриках, на заводах. И с одной стороны. А с другой стороны, оно, это производство, класс рабочих, класс капиталистов и разъединяет. Мы видим, что происходит присвоение прибавочной стоимости классам капиталистов. И, соответственно, эксплуатация, присвоение чужого неоплаченного труда является разъединяющим, разделяющим фактором в капиталистическом производстве. Но вот это противоречие и в дальнейшем разрешение этого противоречия, которое, еще раз повторяю, имеет экономические основания. То есть, классовые противоречия при капитализме – это противоречия чисто экономические. Это противоречия экономических интересов двух классов. Класса буржуазии и рабочего класса. Да, и надо сказать о том, говоря о категории экономические интересы, надо напомнить, что же это такое. Экономические интересы – это такая характеристика положения класса в производстве, именно в производстве, которая показывает, что данному классу выгодно и в какой степени. Ну вот, собственно говоря, вот эти противоречия, которые я описал, они являются основанием для развития капитализма. Во что капитализм развивается? Развивается объективно, мы знаем, капитализм развивается в свою противоположность. В коммунизм или в коммунистический способ производства обобществляются средства производства, то есть, они становятся общественными, и капитализм переходит в свою противоположность. Причем, надо сказать, что этот переход не происходит, то есть, он объективно закономерен, и он объективно необходим. Но при этом без борьбы в противоречиях, которые мной были указаны, в частности, в классовых противоречиях, без классовой борьбы, этот переход состояться, понятное дело, никоим образом не может. Ну и что происходит в дальнейшем? Для того, чтобы нам разобрать, а какие противоречия свойственны коммунизму, и в особенности нас будет интересовать первая фаза коммунизма, а именно социализм, нам нужно понять, а как происходит переход от капитализма к социализму, и что происходит с производством, какой характер имеет производство при социализме. Ну, первое происходит следующее. Рабочий класс в результате своей классовой борьбы создает советы, как устойчивую форму своей диктатуры, и происходит, совершает революцию. Устанавливает диктатуру пролетариата. Итак, диктатура пролетариата установлена. Формой диктатуры пролетариата являются советы. Но при этом в экономике все еще господствуют те отношения, собственно говоря, которые господствовали до революции. И с этого момента начинается известный период, он может длиться достаточно долгое время, так называемый переходный период от капитализма к коммунизму в первой фазе, или к социализму. И в этот период в экономике борются различные уклады. Это уклады, оставшиеся еще с капиталистического способа производства и нарождающийся новый социалистический уклад. связанный с тем, что часть средств производства, рабочий класс, осуществляя свою диктатуру, обобществляет. Ну и, соответственно, в переходный период основная борьба рабочего класса связана с тем, чтобы обобществить, сделать общественные решающие средства производства. По истечению этого периода, переходного периода между капитализмом и социализмом, когда происходит обочисление средств производства, наступает период коммунизма в первой фазе. Что такое коммунизм вообще в целом? Коммунизм – это такой способ с производства, при котором средства производства являются общественными. Соответственно, средства производства являются общественными. В переходный период, в результате борьбы этой многоукладности, преодолевается капиталистический способ производства. И, соответственно, производство при социализме носит непосредственно общественный характер. Что это означает? Что при социализме… Ну, давайте этот вопрос мы сейчас разберем несколько позже. Нам самое главное важно, что социализм выходит из капитализма как отрицание этого самого капитализма. То есть, можно сказать, что в целом социализм – это коммунизм, но с родимыми пятнами капитализма. Вот то понимание социализма, которое следует из логики движения, логики общественного развития. И все противоречия, которые мы будем находить в социализме, будут иметь следующий вид. Это противоречие между коммунистической природой социалистического общества и его отрицанием. Причем это отрицание, оно не внешнее, оно не какое-то не отрицание нечетом иным, нечетом внешним, а отрицание социализма в себе самом. То есть, социализм выходит из капитализма как коммунизм неполный, неразвитый, как говорит Маркс, коммунизм с родимыми пятнами капитализма. И поэтому все противоречия, которые мы будем видеть в социализме – это противоречия, как я сказал уже, типа противоречия между коммунистической природой социализма и отрицание социализма в себе самом. Ну, давайте об этих противоречиях поговорим подробнее. Во-первых, если мы видели при капиталистическом способе производства основной целью производства для простого товарного производства – это было производство стоимости. Для капиталистического способа производства – это тоже производство стоимости, но теперь уже прибавочной стоимости. то при социалистическом способе производства целью производства является цель, записанная во второй программе партии, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. То есть, вот эта цель социалистического способа производства. Но надо отметить, что даже указывая на эту цель социалистического способа производства, мы видим уже некое противоречие. Потому что труд при социализме на самом деле имеет двойственный характер. Почему так происходит? С одной стороны, действительно, весь труд социалистического общества направлен именно на обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Но при этом происходит следующее. Зачастую при стимулировании различных показателей и вообще при труде при социализме, если не решающим, то одним из основных побудительных мотивов является материальная заинтересованность. То есть, непосредственно производство направлено на все общество, но имеет место отрицательный момент, когда трудящиеся поощряются материально. И для них целью может выступать не общественный характер производства, а именно удовлетворение своих каких-то материальных потребностей. И это противоречие все время при социализме мы должны наблюдать и отмечать. Дальше. Мы сказали о том, что социализм выходит из капитализма и имеет момент отрицания в себе самом. Как определить, является ли социалистический способ производства, каким является социалистический способ производства. Поскольку он является непосредственно отрицаемым капиталистического способа производства, социалистический способ производства является непосредственно общественным. То есть продукт, производимый социалистической фабрикой, он непосредственно вступает в потребление. Не через обмен, не как товар, а непосредственно. При этом получается, что товара как такового при социализме нет. И социализм – не товарное производство. Социализм – производство непосредственно общественное. Но поскольку социализм выходит из капитализма как отрицание капитализма, в нем существует момент, отрицательный момент, связанный как раз с товарностью. То есть, что это такое? Это как раз, можно сказать, инобытие непосредственно общественного производства в самом социализме. Поэтому одной из противоречий социализма является противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, как отрицательным моментом, в нем самом. То есть, это пока недостаток типа строительства? Выступите. Я спросил. В конце можно будет задать вопросы. Запишите. А теперь рассмотрим вопрос о классах. Ну, социализм выходит из капитализма, из классового общества. Понятно, что в переходный период происходит классовая борьба. То есть, еще есть класс капиталистов, есть класс мелких буржуа и есть рабочий класс. Все эти классы на переходный период сохраняются. Что же происходит при социализме как первой фазе коммунизма? Коммунизм – это бесклассовое общество. Следовательно, и социализм, поскольку социализм – это коммунизм, а социализм – это тоже бесклассовое общество. Но при этом, опять же, в каждом утверждении, связанном с социализмом, мы должны указать противоположный момент, указать на противоречие, которое при социализме разрешается. Итак, социализм – это бесклассовое общество, но при этом классовые различия, все классовые различия еще не преодолены. Но вот если говорить о определении классов, давайте вспомним ленинское определение классов. Он говорит так в Великом Почине. Ну вот и мы здесь видим, что уже больших групп людей по отношению к средствам производства нет. То есть основное классовое различие по отношению к средствам производства, оно преодолено. В этом смысле антагонистических классов при социализме нет. Но другие различия классовые еще сохраняются. В частности, сохраняется различие между людьми умственного и людьми физического труда. Сохраняются различия между городом и деревней. И все эти указанные различия, естественно, попадают под определение классовых различий. Таким образом, социализм, как первая фаза коммунизма, обладает следующим противоречием. Это бесклассовое общество. То есть мы указываем в целом это бесклассовое общество, в котором не преодолены классовые различия. Или можно сказать, в котором полностью не преодолены классовые различия. Ну и как эти классовые различия преодолеваются при социализме? Во-первых, мы указали на то, что социализм, как коммунизм, он развивается от целого к целому. От себя к себе. То есть коммунизм развивается от неполного коммунизма, от неразвитого коммунизма к полному, к развитому коммунизму. Поэтому все противоречия социализма, они внутри социализма, в социализме самом. Но и в частности, те самые классовые, вот это противоречие между бесклассовым характером социализма и еще непреодоленными классовыми различиями, оно преодолевается в социализме при движении, при развитии социализма, можно сказать, на своей собственной основе. Ну и как, собственно говоря, преодолеть эти различия, которые связаны с... Как преодолеть классовые различия? Давайте разделим эти различия и поговорим сначала о различиях между людьми умственного и людьми физического труда. Как это различие преодолеть? Ну, во-первых, оно не может быть преодолено. Но, во-первых, иногда говорят, неправильно формулируют данное различие, говорят о преодолении различия между умственным и физическим трудом. То есть, как будто бы труд, как таковой, умственный, будет когда-нибудь равен труду физическому. Вот этого никогда не случится. И различие между трудом преодолено никогда не будет. Трудом как таковым. Но различие между людьми умственного и людьми физического труда преодолено может быть. И на какой же основе это различие преодолевается? Основное движение, связанное с преодолением этого различия, является движение по сокращению рабочего времени. Поскольку, поскольку, еще Владимир Ильич записывал в программе партии необходимость сведения рабочего дня, переходу к 6-часовому рабочему дню с обязательным условием посвящать 2 часа в день. Изучение изучению военного дела и дела управления государством. То есть, уже на рубеже 19-20 века просматривался переход к 6-часовому рабочему дню. И в действительности, это движение по сокращению рабочего дня, оно и исторически оправдано, и имеет под собой экономические основания. Вообще говоря, как только рабочий день, продолжительность рабочего дня снизится настолько, что свободное время для рабочего, как время для свободного всестороннего развития, будет больше, чем рабочее время. То тогда, как раз и будет преодолено это различие между людьми умственного и людьми физического труда. В том смысле, что является ли человек рабочим или является физиком, химиком, скрипачем, будет определяться его свободным временем. А не тем, что он делает в время, когда он трудится на производстве. Ну и вот, надо сказать, что это движение на сокращение рабочего времени, оно еще абсолютно точно было подчеркнуто Владимиром Ильичом Лениным в работе «Великий почин». И он так пишет там. Карл Маркс в капитале издевается над пышностью и велеречивостью буржуазно-демократической великой хартии вольности и прав человека. Над всем этим фразерством о свободе, равенстве, братстве и вообще, которое ослепляет мещан и филистеров всех стран, вплоть до нынешних подлов героев, подлого бернского интернационала. Маркс противопоставляет этим пышным декларациям прав простую, скромную, деловую, будничную постановку вопроса пролетариатам. Государственное сокращение рабочего дня. Вот один из типичных образчиков такой постановки. И далее. Не только о сокращении рабочего дня, говорит Владимир Ильич, но и дальше. Вся меткость и глубина замечания Маркса обнаруживается перед нами тем яснее, тем очевиднее, чем больше развертывается содержание пролетарской революции. Формулы настоящего коммунизма отличаются от пышного, ухищренного, торжественного фразерства кауских, меньшевиков и эсеров с их милыми братцами из Берна именно тем, что они сводят все к условиям труда. Ну вот тут надо и сказать, что условия сокращения рабочего дня – это улучшение, понятное дело, что это улучшение условия труда рабочих. Поменьше был там не о трудовой демократии, о свободе, равенстве, братстве, о народовластии и тому подобном. Сознательный рабочий и крестьянин наших дней в этих надутых фразах также легко отличают жульничество буржуазного интеллигента, как иной житейский опытный человек, глядя на безукоризненно гладкую физиономию и внешность благородного человека, сразу и безошибочно определяет, по всей вероятности, мошенник. Итак, постановка будничная вполне и простая – сокращение рабочего дня. Вот это один из столпов, на котором может быть преодолено различие между людьми умственного и людьми физического труда. Надо сказать, что движение к сокращению рабочего дня может быть начато и исторически оно начиналось еще при капитализме. То есть при социализме это движение должно быть планомерным. Обязательно для того, чтобы социализм перерастал в полный коммунизм, необходимо планомерное сокращение рабочего дня. В условиях капитализма рабочие на заводах и фабриках обязаны бороться за сокращение рабочего дня. У них для этого есть все рычаги воздействия на буржуазию. Им дано даже буржуазным законодательством, им дано право организовывать забастовку и во время забастовки определять график труда. То есть это движение на сокращение рабочего дня необходимо начинать как важнейший момент классовой борьбы еще при капитализме. Но вернемся к разрешению противоречий, классовых противоречий при социализме. Надо упомянуть еще очень важный момент, связанный с преодолением разделения между людьми различий, между людьми умственного и людьми физического труда. Связанных с тем, что люди умственного труда, всевозможные начальники, интеллигенция, не должны перекладывать свою долю производительного труда исключительно на плечи рабочих. Это может происходить в разных формах. Ну вот одна из форм, которую мы знали в Советском Союзе, когда профессоров, интеллигенцию отправляли в колхозы на картошку. Сейчас иные профессора и иная интеллигенция стонет, потому что интеллигенция просто ненавидит труд производительный. И она стонет, как и угнетали этой долей необходимого общественного труда производительного, который на нее перекладывали. Но различные формы, при которой не только рабочий класс несет на своих плечах производительный труд, они, конечно, должны появляться, если мы хотим обеспечить переход неполного, неразвитого коммунизма в полный и развитый коммунизм. Ну и самое главное, что нужно сказать о том, при социализме, что же обеспечивает полномерное разрешение всех противоречий социализма. Что является ядром вот той борьбы противоположностей, которая наблюдается в каждом из противоречий. Но вот этим ядром, надо сказать, является рабочий класс и диктатура рабочего класса, которую он осуществляет. И здесь надо вспомнить, мы зачастую говорим об определении диктатуры Ленина, всем известной, определении из великого почина. Но вот в другой своей работе Владимир Ильич пишет, что диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и административная против сил и традиций старого общества. То есть, здесь Владимир Ильич прямо указывает, что вот эти силы и традиции старого общества, капитализма, которые в социализме проявляются как его отрицание в нем самом, они преодолеваются исключительно при помощи диктатуры пролетариата. И если от диктатуры пролетариата мы отказываемся, то, соответственно, те противоречия, которые в социализме имеют место быть, они разрешаются не в пользу перехода в полный коммунизм, а в пользу восстановления реакции, в пользу перехода обратно в переходный период и переходу к капитализму. Как мы это видели на практике, как мы видели при отказе от диктатуры пролетариата, в 1962 году диктатура пролетариата была выкинута из программы партии, Соответственно, и в экономике начались, вот в тех противоречиях, которые мной были указаны, началось преобладание тенденций и тех моментов противоречий, которые обеспечивают противоположный момент по отношению к движению в полный коммунизм. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что осознание этих противоречий с точки зрения диалектики и понимания их, и разрешения этих противоречий – одна из важнейших задач при движении от социализма к полному коммунизму. И партия рабочего класса, и сам рабочий класс должны эти противоречия видеть, эти противоречия должны вскрывать и не должны эти противоречия затушевывать. В том смысле, что борьба в противоречии закончилась, уже борьбы нет, осталось только единство, и как бы противоречие как будто бы разрешается. Все противоречия социализма как первой фазы коммунизма разрешатся полностью только при построении полного коммунизма. А до этого, понятное дело, еще очень далеко. Спасибо. Два вопроса поступило. Первый. Прошу сформулировать, определить, рассказать, что такое закон стоимости. Это милицовство. Значит, я думаю, что мы о законе стоимости говорили здесь очень много раз, но я повторю. Значит, вот здесь закон стоимости поставлен в кавычки. Нет такого словосочетания в кавычках «закон стоимости». Есть категория «закон» – это спокойное в явлении. Что является спокойным в явлении всех явлений капитализма? Что спокойное в капитализме? Это стоимость. Все цены товаров, которые обмениваются друг с другом при товарном способе производства, все их цены колеблются вокруг стоимости. Стоимость, как таковая, является основой, то есть тем спокойным, из которого впоследствии при движении вырастут все остальные категории. На ней, на стоимости основаны все, разворачиваются все категории товарного производства, простого капиталистического производства, как всеобщего товарного производства, соответственно, и империализма. Все категории, которые мы видим в капитале, они основаны на категории «стоимость». Стоимость – это спокойное во всех явлениях капитализма. Это и есть закон стоимости. Еще вопрос, Геннадий. Вопрос можно. То есть, грубо говоря, как только появилась стоимость, так пошло преобразование, пошло возникновение капитализма в феодализме. Это еще, во-первых, до феодализма, но вы абсолютно правы. Если там, где появляется товар, и, соответственно, появляется стоимость, как закон товарного производства, там через некоторое время обязательно появится капитализм. Вот это утверждение верно. То есть, если говорить, что, например, закон стоимости является основным законом социалистического производства, как это пытались сделать так называемые товарники, и сделали, да. Логическая ошибка получается. То получается, что если вы берете товар и закон стоимости, то из него непосредственно обязательно прорастет капитализм. Вот здесь. А как они обосновывали тогда, когда закон стоимости? Где про это можно почитать? Значит, шла долгая дискуссия. Ну, понятно, как... Я вот попытался в лекции разъяснить, что социалистическое производство, оно не товарное. Оно непосредственно общественное. Соответственно, что делалось? Когда речь идет о противоречии, в противоречии каждую сторону, на самом деле, они идейно выражают известные группы людей. То есть, если в противоречии непосредственно общественный характер социалистического производства выражали те, кто выступал за прогрессивное развитие социализма в полный коммунизм, то товарность, вот этот момент товарности выражали противники социализма. Те, кто тащили его обратно в капитализм. Но они протащили этот товар. Они протащили закон стоимости. Ну и, соответственно, это противоречие, эта борьба разрешилась в пользу товара как такового. И мы получили на выходе, в частности, одной из причин, почему мы получили на выходе капитализм. Капитализм. Давайте я на следующий вопрос отвечу. Капитализм переходит в коммунизм с помощью диктатуры пролетариата. ДП – это способ, верно? И далее. ДП организовано в форме советов. А, ДП – это диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата. Вопрос – какие еще способы и формы этих способов перехода от капитализма к коммунизму возможны в теории и были на практике? Значит, действительно, капитализм переходит в коммунизм. То есть, основной точкой перехода капитализма, движения от капитализма к коммунизму в первой фазе является установление диктатуры пролетариата. То есть, пролетарская революция. Значит, диктатура пролетариата, и у нее есть строгое определение ленинское. То есть, диктатура пролетариата, если брать определение из великого почина, это, Ленин говорит, научная, латинская, историко-философская категория, означающая вот что. Только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские и вообще промышленные рабочие способны, условно говоря, вести всю массу трудящихся, возглавлять всю массу трудящихся вплоть до полного коммунизма. Ну, вот это и есть диктатура пролетариата. Поэтому сказать, что диктатура пролетариата – это способ, я бы так не стал говорить. Диктатура пролетариата не организована в форме советов, а единственной организационной формой, единственной исторически известной организационной формой диктатуры пролетариата являются советы. То есть, территориальные органы, избираемые по заводам и фабрикам. Какие еще способы и формы этих способов перехода от капитализма к коммунизму возможны в теории и были на практике? Никакие невозможны. По крайней мере, история нам не дала никаких других способов перехода. Рабочий класс создает советы, производит социалистическую революцию, устанавливает свою диктатуру своего класса. И дальше происходит тот самый переходный период. То есть, сначала он захватывает политическую власть, и никак иначе невозможно установить советскую власть на одном предприятии. Вот это сделать невозможно. То есть, надо захватить власть политическую, и, соответственно, при помощи этой власти установить экономический, установить социализм. То есть, сделать, обобществить решающие средства производства. Вот такой. Переходим к поступлению. Давайте подумаем над тем, в каких формах перед нами предстает диалектика. Это, в первую очередь, диалектика чистых категорий, которые описал Гегель. Описано в категориях возникновения, прохождения, путения, что и диалектика, истолкованная уже Марксом после Фейербаха с позиции исторического материализма. Когда эти категории были приложены к истории. Но чем отличается принципиальная историческая диалектика от диалектики чистых категорий? То, что все тенденции, которые выведены диалектически из истории, все закономерности, они подтверждаются, в первую очередь, фактами. Фактами, которыми можно наблюдать из истории. И вот, в лекции я услышал много категорий из диалектики чистых категорий. Много из исторического материализма. Но, к сожалению, многие доводы, которые были высказаны с позиции исторического материализма, не были подкреплены факты, практики как таковой не было. Фактов не было названо, никаких исторических лекций. И это было бы не так плохо, если бы это не породило некоторые ошибки. Вот, например, встал вопрос. Есть ли классы на первой фазе коммунизма, при социализме? Когда уже пройден переходный период, и когда у нас существует уже социалистическое общество. Вот возьмем 36-й год, социальная конституция. Да, мы сейчас не будем рассматривать те моменты, в которых она отказалась от Советов, как формы диктатуры политориата. Просто самый исторический период. Вот у нас есть на этот момент классы? Ответ – да, классы есть. У нас есть две формы собственности. Колхозно-кооперативная и государственная. Это две формы, в общем, это называется социалистическая собственность. Но это две формы собственности. Есть два класса. Класс колхозников и классы рабочих. И нет тут никакого противоречия, мол, классов нет, и классовые противоречия остались. Классы есть, и есть классовые противоречия. А фраза Сталина о том, что классовая борьба по мере развития социализма усиляется, вам ни о чем не говорит? Вот этот момент... Я против этой фразы Сталина не выступал. Я его полностью в этом поддерживаю. Ну вот, классы есть. Классов нет. На бочей колхозники больше. Дайте выступить еще три минуты. Ну, классовые противоречия, они всегда выходят из того, что существуют классы. У нас боролись эти противоречия и были классы. Борьба происходила, это колхозно-кооперативная и государственная, это не антагонирующая форма собственности. Они спокойно выживаются вместе, но при этом происходит борьба. Борьба, которая связана с тем, чтобы обобществить полностью все производство. А пока существуют у нас колхозы, как самостоятельные коммуны, ну, хозяйственные. У нас есть классы. Все. Спасибо. Товарищ Герасимов. Ну, во-первых, хотелось бы поправить, товарища Шмелева, никаких двух диалектик. Диалектики чистых категорий, диалектики есть мата, как вы сказали мне. Есть диалектика, как наука логики. Пегелем она описана, как наука. Марксом она была приложена к историческому процессу. Товарищи материализм, это не есть отдельная какая-то диалектика Маркса, которую следует в противовесе диалектике Герделя противопоставлять, а приложение гегелерской диалектики к историческим процессам. Так же, как, скажем, есть теоретическая физика, и есть и протехника, и аэродинамика, и прочие науки, которые законы физики прерагают к конкретным явлениям. Потом, по поводу классов. Есть такое понятие, как основные классы. Есть это в современном мире, это буржуазия и пролетариат. Кохозное крестьянство, оно не является самостоятельным классом. Так же, как и крестьянство даже, это меркая буржуазия, но это можно говорить, что это класс, но это не есть основной класс. Не может быть государством диктатуры меркой буржуазии. Есть государство диктатуру пролетариата, есть государство диктатуру буржуазии, меркая буржуазия и крестьянство. Она либо на одной стороне в Красной Армии воюет, либо поднимает, способствует кулакам в классских восстаниях. И тем более, какхозное крестьянство в крас нельзя выражать. Имеются красовые различия. И главное различие здесь не между какхозным крестьянством и пролетариатом, рабочим красом, а между рабочим красом и, как показала практика, слоем управленцев, интеллигенции. Это управленцы, которые вроде бы самые коммунистичные, все насквозь с паркбилетами и в высшей партийной школе учились. Именно из них выросли, а не из кархозного крестьянства, именно из них выросла буржуазия. Именно они фактически оказались у власти после того, как было произведено государство диктатуры пролетариатов в 61-м году на 22-м съезде. И начался переходный период от социализма к капитализму, от коммунизма, можно сказать, в первой фазе, к капитализму. И именно вот эта прослойка управленческая, она старая к буржуазии становлений и развилась в буржуазии. Вот именно здесь и лежит главная противоречия, а не между рабочими красами и кархозным крестьянством. Ну а что касается темы, все-таки необходимо два слова сказать, что геалектика, она, в общем-то, обывательскому уму так вот не очень подвластна. И вот на позапрошу, когда Степан Сергеевич, когда читал, мне очень не понравилось вот это высказывание, что от рабочих крас сам дойдет, вот профессора там из фонда рабочей академии не тому. Рабочий красный до чего сам не дойдет. Это Ленин еще писал в работе «Что делать?» и многих работах, посвященных экономизму. В лучшем случае рабочий крас дойдет до трек-юнионизма, до профсоюзного движения. Это будет дорога без конца. Профсоюзы будут набухать, верхушкой будут разрагаться, люди некогда преданные, искренне будут разрагаться, и профсоюзы будут угасать. И мы видим уже на протяжении полуторавекового опыта профсоюзного, что именно так и происходит. И некогда боевые славные профсоюзы по всему миру, они раздражились, и даже сплошь и рядом представляют орудия того же Госдепа при вмешательстве в внутренние дела других стран. И что касается вообще вот такого подхода, что вот человек сам может до чего-то дойти. Вот человек сам вообще ни до чего не может дойти. Человек, который оказывается волей судеб в какой-то изоляции, рискованской деживотных, из него человека не будет. Человек может вырасти только в кругу, в обществе, когда его кто-то чему-то учит. Если его не будем учить мы, его будет учить буржуазия. И надо сказать, что вообще говоря, вот разум, так называемый рассудок, здравомыслящий человек, он приходит к распространенным, но странным выводам. Например, вот здравомыслящий человек, человеки скажут, что земля плоская, что солнце вращается вокруг земли. Ну это же очевидно. Ну что, кто-то с этим будет спорить, что ли? Это у меня скучает. Что за чушь? Это самое, что земля круглая, и там ходит кто-то вверх ногами. Чушь вообще, не надо говорить здесь. Вот, и так далее. То же самое в жизни общественной. И надо сказать, что вот сейчас вот я смотрю на события в Армении, до этого были события на Украине, и вот рабочий крас, доведенный до отчаяния самым бедственным поражением, так называемым своим умом, он ни до чего хорошего не додумается, и даже он вообще может проявить склонность к фашизму, так как это сделали рабочие Веймарской Германии в конце 20-х, начале 30-х годов, когда, так сказать, вроде бы всякому здравому уму подвластные, очевидные решения. Пришел такой патриот, честный, не пьющий, веган, и, значит, не ворующий, не коррумпированный, всех пересажал в коррупционеры, все перестрелял, навел в порядок, и вроде как это совершенно очевидно, что это вот так и очень хорошо было. Ну и чем это кончилось, мы знаем. Поэтому это вот отказ от диалектики, отказ от науки, от большой науки в изучении общественных процессов, он очень опасен и очень чреват. И поэтому вот я хотел бы поблагодарить Кирилл Валерьевич за замечательную лекцию и проникнуться в уважение к лекциям у нас на университете. Значит, у нас список выступающих закончился, но поскольку пошел спор, я прошу буквально два слова. Хотел бы поспорить с двумя тезисами. от товарища Шмелева, от товарища Герасимова. Общественная собственность у нас одна, а не две формы собственности. Колхозно-кооперативная, да? Общественная, это две формы одной собственности. А не две собственности. Это грубо говоря сказать, не точность, либо ошибка. Сказал, две формы собственности. Да, дважды сказали. Это две формы общественной собственности одной, а не две формы собственности. Иван Иковлевич, хотел бы с вами поспорить. Я не думаю, что основное противоречие социализма это противоречие между рабочим классом и группой управленцев. Если так мы будем формулировать, то всех этих управленцев нужно через раз стрелять, сажать тюрьмы. Если сажать, шлевственно, я над учреждениями. Кирилл Валерьевич правильно сказал, основное противоречие социализма это противоречие между коммунистической в основе и отрицанием в нем самом. Поэтому в отношении вашего вопроса, это противоречие, как будто отрицательная сторона. Это что такое? Это мелкобуржуазность, которая есть везде. И в среде управленцев, и в рабочих. Не всем одинаково и сущим. Это второй вопрос. Нет, второй. Мелкобуржуазность есть и в среде управленцев, и в среде рабочего класса. И понятно, что если мы не будем бороться с этой мелкобуржуазностью раз, второе, будем создавать условия, то эта мелкобуржуазность и в рабочем классе, и в среде управленцев станет буржуазностью, а кто не придет к улицу. А вот теперь я бы хотел вернуться к лекции, дать коротенькую оценку. Сложнейшая тема, георетическая. Вот я слушал и понимаю, что Кирилл Валерьевич, насколько мог, настолько ее популяризировал. Так что ему спасибо. А я хочу установиться на другой мысли. Можно совершить героические усилия, рабочего класса, трудящегося, взять власть, установить диктатуру пролетариата, построить социализм, коммунизм, защитить. Тяжелейшие борьбы. А потом получится, что ему подкинут идеи, которые приведут прямым путем к капитализму. Но вместо диктатуры пролетариата давайте строить народовластие. Самое полное, самое широкое. И в экономике давайте шире развивать товарно-денежные отношения вместе с законом стоимости. Вот те, кто подкинул, мы их называем ревизионистами, да? А если еще партия многомиллионная, там много активных людей, вот и направить эту активность на то, чтобы быстрее прийти к капитализму. Вывод очень простой. Насколько важны правильные теоретические постановки и вопросы? Спасибо. Кирилл Валерьевич. Заключительное слово. Дорогие товарищи, я бы в заключительном слове хотел бы отметить следующий момент. Как раз связан он с вопросом о наличии классов в пресоциализме. Если мы рассматриваем социализм как неполный, неразвитый коммунизм, то пресоциализм – это бесклассовое общество. И никак иначе социализм представить нельзя. Нельзя сказать, что там есть какие-то два класса, три класса, четыре класса и так далее. Если мы идем по пути некоторых граждан, активизирующих сейчас вовсю и в интернете в том числе, которые нам рассказывают, что социализм – это отдельная общественно-экономическая формация, то тогда да, тогда у вас там и должны быть классы отдельные и так далее. Но при всем при этом никакого ровным счетом отношения к марксизму и к ленинизму не имеет. Ленинское понятие социализма, он говорит, что социализм – есть уничтожение классов. То есть, он говорит, если вы берете классы, то они у вас выскакивают прямо из рук. Классы с ухождением все брать надо при социализме. То есть, остаются те классовые различия, которые идут еще от агонистических классов, но эти классовые различия не между антагонистическими классами. Классовые различия как таковые, вот те, которые я перечислил в лекции, они сохраняются. Но социализм – это по-прежнему бесклассовое общество. И нам, марксистам, это надо знать как следует. Все. На этом спасибо. Спасибо. Значит, следующее занятие через неделю 10-го, числа в четверг. Тема занятия – присядь на секунду. Вы еще объявление ведете. Тема занятия – экономическая борьба ведет занятие член Просоюза докеров России Беляев Михаилович. Еще в Нижнем Новгороде есть кружок гегельской диалектики. Они только начали. А в Сочи нет. А в Сочи сейчас переезжаешь в Петербург? Значит, вам надо прочитать, послушать занятия и самого возглавить. Поскольку тех, кто прочитали наукологию Гегеля в Сочи, я думаю, нет. Потому что если кто-то прочитал, он бы давно проявил себя. Гене и злодеиство несовместимы. Это кто? Гегель сказал? Мне папа сказал. Пушкин. Пушкин, это повторю слова Гегеля мне сказал. Пушкин не мог, сказал Гегеля. Они жили в одно время. Где Гегель 31-м? Наукология вышла в 1812-м году. Первый тур. Да, да, да. Это самое. Анасадов Сергеевичу было 13 лет. Старший был пушен. Он же начал писать свихи. Отлично. У нас на Ютьюбе просмотров тысячи.